Большинство из нас познакомились с рыбными деликатесами во время путешествий. И с тех самых пор, по праздникам, а кто-то может быть и чаще, мы предпочитаем к столу устриц, крабов или морских ежей. Мы импортируем устрицу со всего мира, то есть Марокко, Новая Зеландия. Наши есть Дальний Восток, это устрица Сахалинская, устрица Сладивостока, это Хасанская, Императорская, Соловьевская. У нас приходят в изотермических коробках со льдом, они переводятся без воды, просто охлажденные. Соответственно, приезжают, мы их опускаем в воду, чтобы они напитали воды. Живой прогул, который готов к потреблению сразу. Вскрывается устрица, вскрывается морской еж, в морском еже икра, в устрицах мясо. Морской еж, в нем есть только икру, в нем много белка. В открытом состоянии еж может находиться только максимум час-полтора. Там уже свойство все равно портится, когда его открываешь, он умирает. Ну, в течение часа нужно его употребить. До трех суток хранятся устрицы в холодильнике, ножом открываются и готовы к употреблению. В воде они могут прожить и до года, и до двух лет. То есть у них неограничены срок годности. Срок годности неограничены только у ежей. По сортам Япония, Сахалинская. Здесь у нас Марокко, устрица, Финдеклер. Живые моллюски, мидии, вонголи, также готовы к употреблению. Их нужно жарить, жарить либо варить. Анадара, здесь выпивается только кровь. Кто-то ест мясо, кто-то нет. Дикая кровь. Мы здесь осуществляем доставку на дом и работаем с ресторанами. Делаем устричные сеты от шести устриц и до двадцати четырех. Также есть сеты из морских ежей. Устрицы можно забрать как закрытыми, так и открытыми. Блюдо сразу же готово к употреблению. С ежами придется несколько минут повозиться. Кстати, для того, чтобы их почистить, потребуются знакомые многим девушкам предметы. Ножнички, чтобы вскрыть корпус. И пинцет, для того, чтобы убрать все ненужное. В классическом варианте икру морского ежа подают с перепелиным яйцом и соевым соусом. Но и сам по себе продукт, без каких-либо специй и добавок, имеет очень приятный вкус и нежную текстуру.